Субтитры делал DimaTorzok Ты еще знаешь... Хибара какая-то халупа Слушай, а у меня как-то... Батареечка? Да, батареечка Я вчера сейчас что-то поснимал как бы Чуть-чуть поснимаем Ну если что, на твой телефон Мы будем снимать Попробуй, там можем только недолго В смысле? Десять минут, может и... А, вообще на все там места хватит? Не, не за место, батарейка очень сильно живет А, я понял Слушай, ну что здесь-то? Ты как-то куда-то смело прям ломишься Ну что, дальше проедем? А, или назад как бы, да? Так, собственно, вот что мы сюда приперлись Это старое городище То есть, крепость там, неизвестно каких там веков Но очень старая То есть, вот эта вот насыпь Она искусственная И здесь прямо, да, резкий такой крутой овраг Идет Вот, там у нас река, да И, соответственно, вот этот подъем То есть, вот То есть, если вы готовы штурмовать вот туда, то там на вас будут Кидать камнями Да, да, да Камнями Лить масло Пиками тыкать То есть, вот в царя горы, попробуй как бы, да И прямо в реку уходишь Ты хочешь ждать царем? Хорошо, получи пять литров Раскаленное масло на голову и умираешь в муках Да, да, и вот эта вот насыпь, она как бы, я так понимаю, искусственное происхождение Либо просто они добавили Досыпали Досыпали там, да, как-то это Да, да, но зато оборонять легко А сейчас мы пройдем на ту самую, да, область, которую защищает эта крепость Да То есть, там дальше река делает петлю такую И вот эта крепость, она на этом узком горлышке, как бы, является защитой То есть, врагу, неприятию нужно пройти, во-первых, через реку Это уже сильно травматизм Это да, с той стороны Потихонечку там просачивается 10% и их сверху обстреливается, удобно Не, а с той стороны она, как бы, река и защищает, там никто и не пройдешь Там леса вообще были непроглядные, мне кажется, оттуда река защищает Ну, там же рядом... Ну, да, да Но оттуда, это сейчас, как бы, там еще поля А мне кажется, раньше там все лесом зарощено И тут идея такая, что оттуда через реку никто не пойдет, как бы Только если приплывет кто-нибудь Ну, да, а это уже в 10 раз меньше Это да, да, маловероятно И вот этих уже оставшихся легко всех А этих всех пиками Да Заль всех мах Вот Ну, ладно, пойдем мы проберемся Заодно там... Так, вот мы уже проходим через вот такую аллейку, да, уже современную здесь дорогу даже, можно сказать Сейчас мы выйдем на то пространство, собственно, где и было, наверное, их городище Ну, не городище, а где они жили Сама деревня, как бы, поселение Городище — это крепость, которая это поселение охраняло То есть вот такая вот идея Здесь же предки жили У нас там на этой реке-то Что-то очень древние эти поселения Тут и первобытные были эти стоянки У меня, знаешь, такое ощущение, что вон там река тоже, вот она вот так вот Она вот так и идет Сейчас я вот как бы сниму Может даже вот туда подняться То есть она вот где-то вот там вот огибает Идет вот этот вот Вот этот вот лес, то есть высокий — это уже второй берег Да Вот здесь вот этот вот мелкий подлесок — это наша сторона А вот высокий — это уже та сторона опять И вот туда уходит А, слушай, смотри, где пока Внутри Да Вот мы на самом, как бы, этом А где река-то сходится? Я не пойму Сейчас тебе покажу Елочки, да? Или... Да, красиво Надо будет как-нибудь на то тоже съездить, да, городище? Да Раз Городище Можно На меня засними Сейчас Уже давит Так, ну что у нас тут? Вот у нас речка Огибает, да? Огибает вот так вот И туда направо уходит А на той стороне уже другой берег Что, пойдем туда, где шумит что-то, да? Я чувствую, а тут вторуюсь еще Ага Какая, да, запруда Еще прям туда, а? Ну-ка Сейчас вернусь Ага 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 Ну это свежая, да? Вот это у нас Я не очень разбираюсь Не знаю Даже кровать не надо Вот Треберь Вот Это Значит Уже получается С другой стороны Омывает Вот река И Уходит туда Вдаль Сейчас она, конечно Гораздо меньше, чем была 500 лет назад, да? да повыше может даже туда он развивался да то есть в принципе отсюда видно должно быть да то есть вот если мы поедем тогда и оттуда посмотрим сюда то мы увидим здесь возвышение да если бы мы сюда пришли естественно был вид мы сейчас прямо на эту мы сейчас на саму крепость тобой заберемся оттуда вот посмотрим что там очевидно нам должно по идее поля видны быть ну да 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 я вот и хочу сказать что видно что возвышение я только возможно что она как бы ну в лесах там надо только что из-за этого может только по сторонам посмотрим потому что она как то вот так огорожен лес у меня просто в голове там да да запустили мы такое бревно сейчас приплывет она это наш как бы вклад в историю данного часа вот поперек встанет и все как бы перекроет тут все затопит интересный момент здесь у нас нет сети да они же не зря строили здесь как нет сети уже плохо видно надо как бы в тень ага нет сети сейчас вязали нет сети до вместо то не шляк вместо глухое да ну чтобы эти нападающие не могли как бы подмогу вызвать а мы тут стоим уже как его ждем их давай они сюда сейчас мы тебя колоть такими бревнами как бы а там волкодавы через это не выдавляться вообще вода он смотри его ударилась как бы нормально но здесь глубина какая-то такая хотя бы там метров за метр мора до ближе к дуну сейчас она выправит да не конечно зацепится зачем там даже рыбка какая-то всплывает вот мы на вершине крепости насыпи там у нас внизу река сколько здесь метров 100 наверно больше да вниз не больше не больше метров 80 ну вот вот это вот крутой склон одной стороны на самом деле 50 метров на на другой как бы получается такой же был по идее должен был быть вот такой же там часы вот да и да совсем рядом здесь как бы то есть вот от одного и до другого склона только на нем уже вот идет дорога гоняют здесь на квадриках а так здесь должен быть такой же ровный склон до реки и хрен подступишься то есть вот эта вот часть ок тут метров что мне не 100 а вот даже вот верхняя часть здесь очень 10 метров 10 метров им только надо оборонять и соответственно вот тут весь вся часть под охраной находится тут как бы есть человек поставил нам остальные все живут отдыхают спят как бы границы на замке уютненько тут он яма присутствует мы не вандальничаем без металлоискателя я мы здесь присутствую по ним не поймешь что они здесь копали но в таких местах это очень древнее место и здесь получается без монетный период тут ловить то нечего да мне кажется это по весне как бы сейчас непонятно травой но вот это такие похожие ямана тут невозможно что-то найти либо занесло уже опять же очень либо здесь от пикников мусор где-то да потом здесь слой во-первых вырастает нарастает как бы больше то есть тут даже если что то есть она реально не знаю там на метровый метровые больше глубине да это мне кажется что я говорю в это время у них товарный обмен был и как бы чё тут никаких особых таких находок не бывает а вот и поводу может примерно стать сколько слушай нет это не очень такой воде днись совсем здоровый даны да да это современный там лужок это уже на той стороне у тебя были крепостными да либо ты был что скорее всего потому что 95 процентов людей были крепостными они жили какого-то барина и чё-то делали и пожизненное право да да владение да пожизненное право владения но до отмены крепостного права никто же не думал что когда-то отменят все жили в рамках того что пожизненное даже за год до отмены все думали что но пожизненным там как бы рыпаться рыпаться не негде не ботрачили уже в рамках своего положения искали какие-то мы даже попробовать вот тут по их пройти или тут спустимся да я бы поверку прошел на его пробуем по их ставишь дорога я к тому что вот на дорогу лишь идет на то есть да 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 а я начале думал когда мы зашли думал что это уже на пятачке на котором находить на наш да да не это получается на той стране реки и вот где-то вот так она идет 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 и вот туда 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 значит и вот там вот где-то перед лесом потом она где-то не вот заворачивать туда налево уже уходит реках то есть вот это вот поляна это другой берег прикольный да вот вид отсюда так ну что вот вот здесь получается вот этот ров это получается а за ним за деревьями не видно там идет вал крепости остатки то есть им надо штурмовать было получается спуститься с этого в ров и подняться опять на ту гору и потом дальше уже то есть нереально укрепление вот такие вот виды отличные вообще с девочкой сюда приехать так что кому понравилась наша сегодняшняя экскурсия старину это в общем место силы мы надеюсь тут напитались как бы силой исторической ставьте лайки подписывайтесь на канал вступайте в нашу группу скажи всем я свой нибудь слова если вам нравится то ставьте лайки нравится да можете дизлайки ставить как бы главное это главное комментируйте ваше мнение каждого очень важно да да а сейчас мы еще может быть в лес да пойдем в лес еще в лес немножко да прогуляемся эту корзинку взяли вот и еще по идее сходим мы на другое городище со временем да пока еще вот отписывайтесь вообще как понравилось что не понравилось но здесь на самом деле это надо видеть своим глазами вот камера она не передает как бы да она вообще особенно вот а фотография вообще тоже не передает камера еще как-то она может там чуть-чуть там не знаю звук там но все равно динамично это интересно фотография просто она не передаст вот это надо объемную фотографию делать чтобы она вот именно 3d было чтобы ты мог прочувствовать насколько вот здесь дать такая давай вот так вот я даже эту фотку выложу со спины как бы то есть вы в этом видео увидите белого копателя полноценно да так что ты там это сфоткал вот где палец там помещу ссылку на нашу группу заходите у нас там конкурс сейчас идет спасибо александру монеты он нам всегда представляет отличные не знаю там люди там профессор написал люди удавятся как бы за этот рубль я не считаю что это удавится монету на самом деле что выиграть у нас все честно как бы выиграл почему не поучаствовать да может быть для кого-то это как бы ну да там как-то сказать типа он ну по в погоне такая дешевая да за это за наживой такой а для другого просто азарт поучаствовать почему нет такая лотерея это тоже как бы адреналин своеобразный до условия вполне адекватные их много да возможно как бы много но извините группу надо развивать надо поддерживать вот и как бы поэтому то что вы пришли там сделали что-то какое-то минимальное выполнили минимальное количество условий и получили шанс выиграть а потом кого-то может быть зацепит и вообще эта тема просто через эту тему интересному будет историю вот так же вот будет выходить куда-то же интересно детей своих там поведет расскажет им что-то да возможно как бы почему вот тоже я хотел сказать запретили хобби на корню как бы да типа нельзя а может быть вот я там своих детей до вожу может быть они археологами пойдут и сделают какое-то открытие научное очень такое важное государство сделало бы франшизу такое и выдавало бы то есть ты купил там за 5000 рублей на год да да возможность копать где ты считаешь нужным ну исключая памятники как бы такие исторические ну то есть обложить это каким-то условия да 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 но тем не менее сразу бы стала бы и история понятней и понять никто мы вообще такие потому что до конца же никто не и что самое главное через это идет как бы воспитание патриотизма очень сильно очень мощный как бы толчок к своей истории ты понимаешь что здесь вот были твои предки там какие-то воевали там ну допустим ближайшие истории да и ну естественно у нас государство вообще идет по меньшему пути сопротивлению то есть запретили и все это вот самое глупое что можно сделать охота она такое же хобби нет просто вот охота на животных она загнана в рамки ты можешь купить лицензию там на какой-то сезон там до по отстрелу определенной дичи все нормализовано все как у людей рыбалка такое же отличное хобби как бы все нормализовано электроудочки нельзя сети нельзя браконьеры есть как бы правило есть разрешение и наши хобби должно быть именно именно вот так вот нет ни на корню запрещено должно быть как бы четко иметь рамки вот это ты можешь делать вот это нельзя за это получай как бы да там сполна они так всем запретили и теперь все ходят боятся показаться там шугаются на свой страх и риск грубо говоря пляж вот пляж ну кому нужен люди там ходят как бы по пляжу отдыхают никому не мешают или там поле правда вот колхозники уже убрали его ночью им там помешают эти птицы склюют зерна даже больше чем да или люди которые трассы пролаживают там до дачи прям ездят по полю и там давят кукурузу и все это посевы ничего никто не это не гоняет но борются как бы но сам факт а когда уже все убрали уже поле убрали даже там перепахали его под зиму какая разница кому она надо идти из пару как аликов да да она на самом деле окупает в целом все потери такие даже на самом деле даже не потери государства государства на самом деле да она только ему только плюс ему только плюс от этого если можно систематизировать это все вообще сделать как в англии чтобы человек прямо с радостью ему за это государство деньги платил так надо тогда будет меньше денег тратиться на археологов потому что люди сами принесут скажут где они что нашли получат за это вознаграждение и потом уже туда целенаправленно отправится экспедиция да там и что-то там обнаружено теоретически то есть можно теоретически экономия идет даже если государство можно установить какие-то расценки установить таблицу расценок да вычислить какие монеты сколько стоят какие находки там знаю патроны днины там и так далее ну да да и это все в принципе можно просчитать вот и в итоге будет такая штука что людям интересно и государству интересно и понятней всем да будет история складываться реальная и люди будут не участвовать живые которую эту историю раскапывают ну да ну ладно вот такая в общем лирическое батарейки уже заканчивается не знаю правда как нас будет слышно тут все таки ветрено надо вот сюда это этого щит какого прямо на поролон наклеивать и нормально тогда будет ну ладно все ставьте лайки дизлайки подписывайтесь все всем пока всем удачи до новых встреч говори пока все всем пока удачи